Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». 12.05 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». По-прежнему Игорь Рысев, Светлана Занько, Борис Бусыгин, коммерческий директор компании «Вятка Агроснаб» Андрей Алтынбеков, генеральный директор торгово-сервисного центра животноводства в студии. Мы в том же составе и продолжаем говорить о сельском хозяйстве и об агропромышленной выставке «Агровятка», которая стартует 2 апреля в 9 часов утра на площадке ОАО «Вятка Агросна» по адресу Киров, улица Прудная, 51. Вот, Игорь, ты запрашивал. Да, о выставке, наверное, больше в частности, потому что мы на около, рядом темы, так или иначе, тоже мы разговариваем. Мы с вами в прошлом части ушли на перерыв с идеей о том, чтобы, может быть, немножко обозначить нам ферму будущего, людям, которые, может, в деревню-то редко ездят. Что это такое? Как нам будет выглядеть и в Кировской области, когда они появятся? Ну, во-первых, есть у нас уже годность. Вот взять, к примеру, тот факт, что наше вятское молоко, оно популярно. Да, все мы знаем, что и в Москве ценится, и везде, в других регионах. То есть, а где же производится это вятское молоко? То есть, если сегодня поставить экран на наших прилавках около нашей продукции и показать фермы, то я ведь вам скажу, что неплохая ситуация, и вам неплохо было бы тоже там побывать. А хорошая идея, чтобы рядом с молоком была картинка, как она производится. А вот мы всем говорим, когда что-то не знаем, что-то не видим, приезжайте, посмотрите. Я тебе посмотрю. А здесь повесить экран вот и показывать, на каких же фермах производится молоко. И тут действительно хорошая ситуация. То есть, у нас очень много уже современных ферм в области. И вот мы очень много делегаций принимаем из других регионов, возим, показываем, и зарубежных в том числе. И вот недавно совсем, значит, я удивился, я думал, немцы нам льстят, но, приехав туда, в Германию, они собрали большую аудиторию и начали рассказывать, что в России, действительно, вот в Кировской области есть немало ферм. Агрофирма Среднеивкина, например, из Хашиджинского района. То есть, отмечают там отличный менеджмент персонала. Вообще, в целом, состояние ферм. И действительно, очень хорошее молоко производится на таких фермах. Но и их немало, говорю, и холдинга, да, Руничи, Кировского молочного кабинета регулярно агрофирмы модернизируются ежегодно. То есть, неплохая картина. Поэтому и в Европе есть плохие фермы. Поэтому ферма будущего, это, конечно, где все условия созданы и для человека, и для животного, так сказать, оптимальное, что нужно животному, там предусмотрено комфорт, микроклимат в коровнике должен быть. Ну и чтобы человеку было там удобно работать, минимальный ручной труд. Вот эти основные показатели. Ну, вы говорили, лаборатория тут же, да, компьютеры, управление. Так это уже есть. У нас уже в Кировской области это есть чистые офисные помещения прямо на ферме. Это все реально. То есть, мир уже развивается, то есть, ежегодно проводятся какие-то еще усовершенствования. Поэтому вот, вернувшись к выставке, к нашей, вот два события, я бы отметил, это выставка в Ганновере осенью этого года и Агровятка. Которая буквально завтра стартует. Все-таки давайте еще раз по мерам поддержки для сельхозпроизводителей, которые покупают сельскохозяйственную технику. Какие они есть сейчас? Насколько они эффективны? На сегодня, если говорить о Кировской области, то меры поддержки в Кировской области это 15-процентная субсидия на приобретение техники. Это, значит, 50-процентная субсидия, если предприятие входит в программу семеноводства. И 50-процентная субсидия, если приобретение такой техники, как доильный робот. Кроме этого федеральной системы поддержки, на сегодня, скажем так, есть некий переход от тех систем, которые были до нашего вхождения в ВТО. И сегодня мы уже находимся, все мы знаем, в системе, которая называется Всемирная торговая организация. Меры поддержки там несколько иные. Все мы часто пользовались субсидированным кредитом. То есть, это процентная ставка кредитования при покупке техники субсидировалась. К сожалению, данная мера поддержки в рамках ВТО не предусмотрена. Поэтому уже второй год подряд с этим субсидированием очень непонятная ситуация. Да, есть иные меры поддержки, которые предусмотрены в ВТО. Это подгектарное субсидирование, это субсидирование производителя по молоку и так далее. Так называемые несвязанные меры поддержки. То есть, сельхозтоваропроизводитель произвел продукцию, и по данной работе он субсидируется. А куда он потратит эти деньги, это уже по соображениям, собственно, целесообразности. К сожалению, данные меры поддержки на сегодня еще не очень развиты. Да, вплоть до зарплаты. Конечно, конечно. Еще не очень развиты, поэтому мы оказались на небольшом переходном периоде. Я надеюсь, что на небольшом. Но он уже сказался, вот этот переходный период, на масштабах закупа той же техники, например. Да, можно сказать, что прошлый год и этот год, именно вот эта неопределенность, она, в общем-то, на покупку техники влияет. Кроме этого, я бы хотел еще остановиться, значит, вот именно на том, как мы сегодня, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что да, мы идем вперед, да, мы, значит, идем по новым технологиям, новую технику. Я хочу, значит, сказать про наших российских отечественных сельхозпроизводителей с их известной техникой. В частности, это компания Террион, производитель тракторов. Это чисто российский трактор, хотя он весь полностью создан по, скажем так, мировым стандартам. Это компания Россельмаш. Еще раз повторюсь, что это пятый в мире производитель по объему сельхозяйственной техники. А вы говорили, что Россельмаш, кроме того, что пятый в мире производитель, у него есть, у этой компании есть заводы не только на территории России, но еще и в Канаде. Да, и в Канаде, и в США. И в США. Пять заводов из 13, они находятся на территории Канады и в США. То есть, это такой уникальный момент, когда не Запад скупает нас, а наш успешный производственник на сегодня приобрел активы в этих двух странах. Помните, мы с вами говорили о том, что на протяжении, вы в прошлом часе говорили, на протяжении достаточно долгого времени именно производители сельхозтехники белорусские были лидерами, наверное, среди поставщиков на территории Российской Федерации. Вот я даже вижу, тоже готовясь к сегодняшней программе, видела, что программа международного лизинга, а лизинг, видимо, насколько я понимаю, активно используется фермерскими хозяйствами и холдингами агропроизводителей. Вот предоставляется даже специальная программа по лизингу, отдельная, там, Республика Беларусь, Россию и так далее. Вот где все-таки наш потребитель предпочитает покупать технику какую? То есть белорусскую, вот, например, сейчас немецкую или российскую? Вы говорите, что российские производители развиваются бешеными темпами. Ну, есть объективная причина, почему Белоруссия, в общем-то, она была на постсоветском пространстве в лидерах. Да, там очень большой и шикарный государственный сектор, который не позволил разрушиться тем предприятиям, которые остались в Белоруссии от Советского Союза. И, конечно, они были до последнего времени, скажем так, очень популярны. Но все-таки большая гибкость, больше возможностей у, значит, участника. В России не государственный сектор, а именно частные производители на сегодня развиваются. И надо отметить, что все-таки российские производители сельскохозяйственной техники сегодня, они, скажем так, развиваются по сравнению с Белоруссией приезжающими темпами, и отрывы нарастают. А вот завтра на выставке какой техники будет больше? Российской. А, нет, скорее всего, больше будут импортные техники. Это у нас на сегодня, ну, к сожалению, в целом машиностроение России сегодня не очень сильно, да? Ну, если там не говорить о каких-то там звездочках, как Россельмаш, как Террион. Поэтому больше будет всего импорта. Кроме этого... Импорта откуда? В основном Европа. Европа, США. Европа, США. А Китай? Практически Китай не представлен. А почему? Вот я помню, что на выставке «Золотая осень», я там была два года назад, китайской техники было очень много. И ведь Китай, мы так себе представляем, что это, ну, дешевый заменитель, вполне так себе на уровне дорогостоящей западной техники. Ну, надо сказать, что Китай, конечно, активно развивается, и, наверное, в скором будущем там нужно, и можно будет обращать на нее внимание. Но пока нет. Пока все-таки потребители голосуют именно за Запад. И я вот еще раз скажу, что все-таки именно сельхоз, товаропроизводство в сельском хозяйстве, оно наиболее требовательно к качеству техники, к производительности труда. Потому что в сезоне другого времени, кроме как весна, осень, здесь посевная, там уборка урожая, другого времени нет. И если техника подвела, тогда, можно сказать, весь год пошел прахом. Вот, поэтому, особенно наши кировские, вот я, кстати, очень с гордостью всегда отмечаю кировских аграреев, так как могут небольшое сделать такое отступление. Мы ездили в свое время в Нижний Новгород, в Мордовию, нам показывали сушильные комплексы. Так вот, наши делегации от Кировской области, из руководителей хозяйства, показывали, конечно, там в этих областях самое лучшее на сегодня. Буквально, скажем так, заткнули за пояс моментально этих местных, значит, эти местно-показательные хозяйства. Так как по семеноводству они не могли ответить ни на какие наши вопросы. Вот, и это да, у нас есть очень неплохое производство, молочное производство в Кировской области, и у нас есть очень неплохое программа семеноводства. Это очень большая работа была приведена, и мы тут выше соседей. Ну вот, кстати говоря, что касается выставки, сейчас мы уже заканчиваем с этой темой. Володя Сметанин, наш редактор, рассказал мне до эфира, что общался в выходные дни, зная, о чем мы будем говорить сегодня, с своими родственниками из района. Так вот, в области действительно большое уважение у фермеров есть, и у сельхозпроизводителей других к этой выставке. Они очень рады всегда на нее приезжать, он прям говорит, очень готовятся к ней, серьезно относятся. Тут, наверное, еще очень важен момент общения, не только там приобретение или присмотр этой техники. Общение, узнать, что нового, куда все движемся, сколько нас вообще какое-то такое единение на выставке проходит. И вот под занавес хочу все-таки вас спросить, прямо на выставке заключаются ли уже какие-то договоры, производятся покупки? Да. Собственно, выставка, она для этого и существует. Приводится она перед весеннеполевыми работами. Но надо сказать, что, конечно, абсолютно большинство техники, которое мы видим там на выставке, она уже продана в хозяйство. То есть, это техника, которая привезена, везется в хозяйство, и вот на время перед поставкой туда она показывается на выставке. Но, конечно, вот эта возможность увидеть все вместе и вживую, она очень важна. Когда может потребитель обойти все, посмотреть, пообщаться с представителями непосредственно, не только дилеров, но и заводов-изготовителей. Обычно каждый дилер старается пригласить представителей завода-изготовителей. И, соответственно, это да, это очень хорошая возможность все сравнить на месте и сделать выбор. Ну, кстати говоря, вот что мы еще не упомянули, Андрей Равильевич мне сказал, что на сайте Animal Center, это ваш сайт, можно зайти посмотреть, кстати говоря, уже живую картинку, видео, как работает техника, как работают роботы. 3D-туры. 3D-туры по животноводческим комплексам России там, оказывается, есть. Ну, такой вечер у меня хороший сегодня будет. Я, пожалуй, посмотрю, что я себе представляю для того, чтобы добить картинку, полно ее сделать. Еще раз Animal Center. Напоминаю, что завтра начинается выставка «Агровятка» на площадке ООО «Вятка Агроснаб». Киров, улица Прудная, 51, с 9 часов утра до 17.00, 3 апреля с 9 до 16.00. Думаю, что это будет очень всем полезно, даже, мне кажется, просто на экскурсию прийти и посмотреть. Я хотел только единственное, что спросить, а возят ли на такие выставки у нас детей, мне кажется. Это первоочередно, потому что я бы, например, будь у меня они, я бы их и свозил на коров посмотреть. Я как раз об этом сейчас думаю. Катаются там на тракторах. На тракторах даже, да? Хороший вопрос. Если я с дочерью приду, у нас что, на трактор посадят? Еще сюрприз есть, да, Борис? Борис Бусыгин, коммерческий директор компании «Вятка Агроснаб», Андрей Алтенбеков, генеральный директор торгово-сервисного центра животноводства, спасибо вам. Вот сейчас наши гости покидают студию, и мы ожидаем, что зайдет Василий Юмшанов, главный редактор газеты «Источник новостей». Традиционно мы обсуждаем опрос в газете, который проходил на минувшей неделе. Он, кстати, этот же опрос мы разместили вчера на нашем сайте, хакирова.ру и нашей группе ВКонтакте. Опрос следующий. Что делать с уличными попрошайками? И три варианта ответа «оставить в покое», «наказать», «помогать». Какие у нас результаты сейчас, Игорь? Ну, за наш, например, за нашу страницу ВКонтакте я могу сказать, что у нас большинство, 40,5% проголосовали за то, чтобы оставить попрошайков в покое. Оставить попрошайков в покое? Ну, они тебя не оставляют в покое, а ты их оставляешь. Оставь их в покое. Почему, Вася, вот сейчас уже зашел к нам в студию, Василий. Здравствуйте. Да. Почему вы вдруг решили такой опрос организовать? Был какой-то повод, информационная статистика, что? Ну, конечно, без повода и не обошлось. Сразу в нескольких российских регионах как раз недавно началась масштабная, скажем, борьба с уличным попрошайничеством. Так, например, полиция Астрахани просит чиновников местных вести штрафы для попрошаек, и по мнению сотрудников Астраханского ОМОД, количество попрошаек в последнее время, в частности в Астрахани, во многих других регионах увеличилось в разы, причем люди, прощие деньги, делают это все более назойливо и навязчиво. И, кстати, с позицией, с инициативой Астраханского ОМОД полностью согласилась, эту инициативу поддерживает Кировский профсоюз, областной профсоюз полиции. Ну, я видела, кстати говоря, совсем недавно на центральных каналах целый ряд программ попрошайкам, в частности в Москве, в большей части, там очень острая проблема, при том, что они не только назойливо себя ведут, но и порой агрессивно себя ведут. На наших улицах я с таким назойливым попрошайничеством, и даже представители традиционно, которые этим занимаются, я сейчас не имею в виду людей без определенного места жительства, представителей определенных националистов, которые этим занимались. Я вот сейчас их на улицах в таком количестве не вижу. Я вижу в основном людей как раз, людей, которые, проще говоря, спились, скурились и стоят на улицах близко к церквям. Вот их я вижу, их я замечаю на этих вот улочках, а каких-то других нет. Ну, я должен признаться, что я вообще, в принципе, за последние годы-два не видел никаких попрошайок в городе. Единственное, что, как мы все привыкли, там какие-то музыканты в переходе, да, но это другой отдельный разговор. И бабушки, да, действительно, где-то у церквей и так далее. У меня вот другая история. Я с попрошайничеством сталкиваюсь в случае там не каждый второй день, как и в центре даже города, около Тетральной площади, и там у различных остановок, так и порой на кладбище тоже подходят, и там чуть ли не вымогательством занимаются некоторые. На кладбище. Ну, знаешь, знаешь, на самом деле самые большие попрошайки, кто, для меня, по крайней мере, это дети на остановке, которые подходят, школьники хорошо одеты, которым не хватает на проезд. Вот это попрошайничество, считайте, их тоже штрафовать предлагается? Или как? По поводу детского попрошайничества в последнее время, на мой взгляд, эта проблема стала очень остро. Вот, в частности, недавно мой знакомый рассказал такую историю, что однажды он пошел на работу с утра, и к нему около остановки подошел мальчик, мальчуган, который был хорошо одет, и просто попросил 5 рублей на проезд на автобус. Безобразие. И, сейчас, можно, расскажу, и вечером мой знакомый возвращался с работы и видел снова этого же мальчугана, который снова попросил у него 5 рублей. На проезд. На проезд, и в итоге они разговаривались. Мы разговаривались, и мальчик рассказал, что в день он зарабатывает от 4 до 5 тысяч рублей, при том родители совершенно не против такого заработка. У нас есть телефонный звонок. Да, у нас на линии Владимир Змеев, директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. Алло. Добрый день. Владимир Николаевич, как вам нравится инициатива штрафовать людей, которые занимаются попрошайничеством на улицах? Ну, мое мнение, что каждая ситуация индивидуальна, по отношению к отдельной категории граждан, которые злоупотребляют вот этой возможностью, значит, бесплатного получения денежных средств от граждан, конечно, мера должна быть именно репрессивная. Ну, а в отношении лиц, которые, значит, оказались в трудной жизненной ситуации, как разовая мера у них попрошайничество, то есть это не профессия, не образ жизни, то таким людям надо просто помогать. И причем не материально подавать на улицы, а, значит, например, привлечь возможности церкви, благотворительных организаций, ну и, в конце концов, нашей социальной службы. Владимир Николаевич, я вот, собственно говоря, вы ведете методично как-то эту работу на улицах? То есть вы сами выходите, ваши сотрудники на улицы, разыскиваете этих людей, ведете с ними беседы, дабы помочь? Или когда уж сами придут, только тогда работаем? Как это все происходит? В настоящее время у нас все-таки больше преобладает заявительный принцип, то есть люди сами обращаются к нам за помощью, и мы эту помощь оказываем в зависимости от ситуации, но при этом мы, значит, доводим информацию об наших услугах в местах концентрации вот такого элемента, это вокзалы, рынки, значит, возле церквей и так далее. Какое количество людей ежемесячно обращается к вам, новых, так скажем, да? Ну, новых человек, наверное, под 40 обращаются каждый месяц. Каждый месяц 40 новых человек? Да, потому что мы же всех разом не принимаем для проживания, к нам люди идут по различным поводам, мы оказываем консультации, направляем в другие реализационные центры, и поэтому человек 40, да. Понятно. Владимир Николаевич, спасибо, да. Директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий Владимир Змеев у нас был на линии, а сейчас мы выведем слушателей. Алло. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Владимир, да. Что вы думаете по поводу того, чтобы штрафовать попрошайк? И вас часто? Вы в Кирове ведь живете, да? Да, я живу в Кирове. Ну, я, к своему счастью, не имею, скажем так, такого удовольствия ходить по нашим замечательным тротуарам и очень часто наблюдать это явление. Ну, естественно, и на кладбище, и у церкви, и лично мое мнение, что люди, конечно, ну, с ними ничего не сделать, потому что и как простые граждане, так и те, кто, скажем так, имеет какую-то возможность с ними бороться или там не бороться, или помогать, они все равно к ним относятся с каким-то умилением, потому что это люди, находящиеся в таких вот священных для обычных людей местах. То есть, и люди им подают, потому что они, мне кажется, ну, внутренне как-то есть... Ну, традиция такая на Руси. Нет, смотрите, одно дело подавать, а другое дело, когда тебя... Донимают. Донимают. Я, честно говоря, с таким не сталкивался. И я хотел бы... Знаете, на что обратить внимание? Я однажды видел это в каком-то репортаже по телевизору, и именно это мне дало, скажем так, осознание того, что на самом деле происходит. Я считаю, что самая, конечно, большая беда с этим явлением, когда это возводится в бизнес. Показывали Москву, показывали другие большие города, когда, скажем так, ну, антисоциальные в большей части лица занимаются тем, что под себя подгребают слабых каких-то людей, инвалидов, и их уже как на вахте выставляют. Это в Кирове есть. Я точно могу вам сказать, что это происходит практически каждый день у магазина «Самобранка» на Константинской, 63. Туда практически каждый день человек, который одевается в форму, ну, свойственную охранным организациям, черная, какие-то там погоны у него, ну, то есть он даже фуражка с кокарда, и он туда привозит инвалида, женщину, и даже стоит рядом и смотрит, как она там собирает денежки. То есть как-то ее ругает, там периодически подходит. Ну, и я думаю, что, в принципе, это возможно и в других местах города Кирова есть такое явление. Я считаю, что вот это самая большая проблема. А в целом они как были, они так всегда и будут. Это, ну, это просто явление, оно по всему миру есть. С этим ничего не сделает. Мы вас поняли. Спасибо, Владимир, за комментарий. Да, действительно, дело такое страшное. Тут, с одной стороны, Вася, ты рассказал нам пример с бизнесом, когда ребенок в согласии родителей занимается попрошенничеством с молодых ногтей. Я таких тоже знаю. Вот в районе Европейского там мальчик. Вот, наверное, первый раз я его увидела, когда ему было года 3-4. Сейчас это подросток, который просто в школу не ходит, а занимается только этим, его все знают. И вот у тебя тоже такой случай. Но что касается организованного бизнеса, когда людей берут практически в рабство, в рабство выставляют на улице, оно, вот это, конечно, нашим правоохранительным органам вопрос. Да, у нас немного времени осталось. Давайте все-таки про детей еще немножко поговорим. Выполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин у нас на линии. Алло. Добрый день. Вот что касается ситуации, когда попрошайки используют в своих целях детей. Ну, и сами дети попрошайки, которые добровольно это делают, да, согласие родителей. Есть такая проблема у нас? Есть, конечно, проблема. Она есть и была всегда. И раньше, если мы помним, у бывшего Думабыта, сейчас европейские там целая семья, скажем так, работала, будем говорить, попрошайничала. Я был свидетелем, когда там дети, ну, очень плохо одеты, говорили, что не хватает хлеб и так далее, и так далее, и так далее. Тут же шли в киоски, покупали там очень дорогие чипсы и прочее. То есть проблема не в том, что действительно там не хватало, а в том, что это был способ такого приработка. Как с этим бороться, Владимир Валерьевич? Вот предлагают штрафы. Да, бороться только через взрослых, только через родителей. То есть когда попрошайничество детей поставлено на профессиональный уровень, да, вот, причем на профессиональный уровень заработка взрослых, с этим нужно бороться очень жестко. То есть когда дети используют, когда взрослые используют детей в качестве получения дохода в большем размере, вот я это сформулирую, да, чтобы было понятно, это должно пресекаться очень жестко. Когда там проблемы в семье, и семье нужно помогать, да, то семье нужно помогать, но это, знаете, это крайне редкий случай, когда действительно попрошайничают из-за этого. Все-таки еще раз, штрафы могли бы возыметь, да, какую-то силу и все-таки... Я думаю, что да. Я думаю, что да. Штрафы применительны, конечно, к взрослым, которые, ну, то есть усиление вот этих санкций, да, ну, и вместе с тем работать с семьей, поскольку там семьи, как правило, неблагополучные. Дело не в том, что нет денег в семье, а дело в том, что ребенок предоставлен сам себе. Я за последний год был свидетелем нескольких таких случаев, когда там, ну, там два-три ребенка у магазина, ну, скажем так, натыкались на меня и с такими глазами говорили, что он живет, ребенок в детском доме, да, и там недокармливают. Это мой вопрос. Скажи конкретно, какой детский дом? Сразу там рубильничек переключался, и ребенок старался так это... Деретироваться. Понятно. Мы выяснили, откуда эти дети, да, где они учатся, то есть все родительские дети, естественно. Вот, ну, просто они были предоставлены сами себе. То есть семья не интересовалась, где они проводят время. Владимир, спасибо. К сожалению, время наше заканчивается по этому вопросу. Я благодарю Владимира Шабардинова, полномочного по правам ребенка в Кировской области, за комментарии, и Василию Мшанову, главного редактора газеты «Источник новостей». Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего начнется викторина «История создания». Вот я вижу, что Роман Веселков уже маячит там у нас в редакции. Он придет с новой историей и с призами. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Роман Веселков уже в студии, а это значит, что начинается викторина «История создания». Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. Рома, здравствуй. Здравствуйте. Итак, «История создания» в очередной раз начинает свой исторический полет. Если вы помните, в прошлый раз я вам загадывал так называемую скульптуру «Танк». Памятник героям-тружникам тыла. Мы точно запомнили. Да. Оказалось, что очень сложно ответить на достаточно, как мне опять же казалось, простой вопрос. Поэтому я продолжаю сегодня рассказывать не о доисторических, так называемых, довоенных зданиях или даже дореволюционных, а о неком сооружении, которое уже построено после Второй мировой или Великой Отечественной войны. Значит, хочу сказать, что изначально сооружение… Сейчас мне Светлана Занько подсказывает, что я должен был сказать об условиях игры. Конечно же, условия очень простые. А как только вы поймете, что за строение я загадал, позвоните, пожалуйста, по телефону 708-502, и вам достанется подарок от нашего спонсора, всем известного завода «Вятич», которому в этом году 111 лет. В связи с этим планируется огромное количество мероприятий, праздников. И напоминаю, что вы всегда сможете с бесплатной экскурсии посетить завод и так далее, и так далее. И теперь все-таки о строении. Это строение появилось уже после войны в городе Кирове. В городе изначально было несколько мест, где его собирались построить. Вот, оказывается, на месте диорамы собирались построить это строение. На месте магазина «Автолюбитель» оно могло появиться. Но сейчас оно стоит там, где оно стоит. То есть не там, где диорама, не там, где «Автолюбитель». Строение достаточно высокое. Например, в 2006 году, когда его собрались перекрасить, понадобилось 180 килограммов краски. Маляры работали исключительно безветренные дни, потому что ветер очень быстро краску разносил. Тем не менее, работали больше месяца. И даже при том, что старались красить аккуратно и не допускать брызгов, пострадало 10 машин. В итоге забрызгали. Это 2006 год, не так давно. Может быть, вы уже понимаете. Если вы поняли, о чем идет речь, о каком строении, наш телефон 708-502. Если не поняли, то я обозначу метраж. Вот сколько понадобилось килограммов краски, вот столько же метров – это высоту строения. Напоминаю, что оно могло возникнуть на месте либо диорамы, и, кстати, я даже обеими руками за то, чтобы оно стояло именно там, а не где сейчас. Либо на месте магазина «Автолюбитель». У нас есть звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Виктор. Виктор. И какая же ваша версия? О чем я начал рассказывать? Я думаю, что это телецентр. Ну, это не телецентр, это телебашня, конечно же. Ну, я имею в виду, да. Я не хотел сказать, что это телецентр, но телебашня. Да, абсолютно верно. Это телебашня. Она была построена в 1958 году. И вот было потрачено 180 килограммов краски, так вот ровно 180 метров она в высоту. Хочу сказать, что именно с этой телебашни началась история кировского телевидения. Изначально эфирное время на тот момент составляло 2-2,5 часа в сутки, 5-6 дней в неделю. И вот я посмотрел нашу информацию, какие были первые программы для детей и взрослых. Например, для маленьких зрителей была показана студийная передача «Дворца пионеров». Извини, что я тебя прерываю. Ты все Виктору рассказываешь? Да, да, да. Отпустим Виктора. Я, пожалуйста, редактор есть. Можете поговорить с ним. Да, Виктор, не кладите трубку, пожалуйста. Сейчас редактор вам подскажет. Так вот, для детей был показан мультипликационный фильм «Опять двойка». А для взрослых – передача о работе кировского завода «Физприбор» под названием «Для школ страны». И хочу сказать, что сначала были перебои и с трансляцией, и с самой телепрограммой, по которой кировчане могли сверить вещания КГТРК на тот момент. Вот цветное телевидение, как опять же сообщает интернет, стало общедоступным кировчанам только, оказывается, в 80-х годах. Но это, скорее, связано не с каналом вещания, а с количеством цветных телек. А с кировчанами связано. Ну и вообще, извините, но купить цветной телевизор нужно было продать сначала гараж, а потом купить телевизор. Кстати, о гаражах. Вот есть такая информация, что рядом с вышкой не потому опасно ходить, потому что там радиация или еще что. Дело в том, что когда вот с вышки падает лед или снег, это опасно для жизни. Например, обычная гайка, упав с высоты 180 метров нашей телебашни, насквозь пробивает двухсантиметровую доску. А как-то вот сверху уронили лом, он пробил крышу гаража, прошел в 10 сантиметрах от Волги, председателя телекомпании, и ушел в землю. Да так глубоко, что вот сколько ни копали, лом найти не смогли. Представь себе. Это и первоапрельская шутка, это реальная история. Нет, это реальная история, а вот, кстати, о шутках, пожалуйста, я как раз нашел. Однажды антенщики, которые обслуживают башню, это, кстати, 5 человек, работают в жутких условиях. Однажды люлька, там пролетела 2 метра, так вот антенщика, телевизионщика с торчащими торчком волосами отпаивали алкоголем, чтобы он пришел в себя. Так вот, значит, однажды антенщики набили тряпками чучело, забрались на самую верхотуру и решили сбросить из башни вот это чучело. Потом из кустов должен был выйти, потирая копчик, спрятавшийся там другой коллегой, сказать, опять свалился. Так вот, когда же муляж летел, во двор высыпала вся телекомпания во главе с перебуганным начальством. И шутник понял, что переборщил, вылезать не стал, чучело спрятали. Так вот, потом милиция полдня прочесывала окрестности в поисках тела. Простите, это хорошая история. И так, чтобы немножко подогреть, я, конечно, хотел дать варианты строения. Я взял телебашню, а также стелла Парка Победы и трамплин. Ну, небольшой такой экскурс исторический. И на месте диорамы это мощно ты взял, конечно. Да, ну а что? Или на месте автолюбителя. Пролетая над Октябрьским проспектом, лыжник. Переход не надо было бы сказать. Летя в сторону ЦУМа, там прикупил лыжи, там же дальше по Октябрьскому спорттовары как раз для тех, кто занимается. Нет, через Октябрьский проспект прямо в больничку попадал. И это тоже. Нет, вот зря вот, кстати, вот автолюбитель на тот момент, это было место деревни. Поэтому если бы там поставили телебашню, было бы прикольно. И этот же трамплин. Так вот, хочу сказать, что стелла Парк Победы находится на месте деревни Пахомьево. Больше половины жителей, которая погибла на фронтах Великой Отечественной войны. На своем месте стелла стоит. Да, чтобы вы знали. Ну и по поводу трамплина. Оказывается, построенный вот кировский 90-метровый трамплин, он, конечно, ниже, чем телебашня. Он был построен в 1951 году. Так вот, он один из первых в Советском Союзе. Один из первых трамплинов Советского Союза. И не случайно так долго именно кировские лыжники, именно кировские, господи, как их называют, прыжники, как их называют? Прыгуны. Прыгуны, вот, да. У меня просто температура, я туплю. Прыгуны. А мы заметили. Они были лучше. На этом я, наверное, сейчас расскажу еще немного о заводе Вятич, который нашему слушателю Виктору принес очередной набор вкуснейшей продукции. Там можно, там альтернатива есть. Все ретро-сорта представлены. И не обязательно быть, извините, пьющим человеком, достаточно быть гурманом. Потому что, как говорит сам Илья Курагин, простите, Роман, но я же вам предлагаю не для того, чтобы вы заплетающей походкой пошли с нашего завода, а для того, чтобы вы вкусили и попробовали настоящее сочетание ингредиентов, о которых, видимо, я не имею права говорить в эфире. Напоминаю, что, кстати, сорт Рижской был удостоен золотой медали в этом году в Берлине на Всемирной выставке. Ну, кстати говоря, об экскурсиях Илья Николаевич очень часто сам присутствует на экскурсиях и рассказывает и о своем заводе, и о своей продукции. Мы тут в прошлом часе и в этом часе тоже с Игорем говорили о фермах будущего и настоящего, как они выглядят. Так вот, когда мы были на экскурсии на Вятича, у меня было точно такое же ощущение, что кругом летающие тарелки, вот эти огромные, металлические, никого нет, только пульт управления, там три человека на огромном заводе. Ну, там был один мужчина, где лимонад. Возможно, он заблудился, еще никто не знает. А еще там ночью выезжала погрузочная машина, тоже фонарь, уже было темно, я трех человек там увидела. Кстати, вот ремарка, вот вся продукция завода Вятича до сих пор использует те источники, на которых это был построен, если вы знаете, тот самый... 136 или 138 метров скважины, по-моему, охраняемые территории. Да, дело в том, что основатель завода Шнейдер, когда выбирал место, он выбирал именно вкус воды. Именно по вкусу воды он выбрал это место, и мы сейчас пьем именно ту воду, до сих пор эта скважина используется, она освещена, между прочим, была во время закладки завода. Ну, такая вот уже ремарка, поэтому, если уж говорить о том, если рассуждать в рамках покупая Вятича, то в данном случае продукция завода Вятича одна из самых вятских и на вятских. Надо сказать, что день рождения завода, если я не ошибаюсь, было в прошлую пятницу, Илья Курагин приходил к нам как раз в четверг, поэтому это была пятница, 111 лет, круглая такая дата, но праздновать, я думаю, что не прекратят весь год. Да, они умеют, да, они умеют праздновать, и спасибо им за возможность проводить такую замечательную викторину, как история создания. Роман, спасибо тебе. Да, ну, я бы только хотел, наверное, в завершение сейчас сказать, что сегодня 1 апреля, вы не забываете, у Романа Веселкова была замечательная история, как вы можете разыграть своих знакомых, а между тем, у нас сегодня день рождения, у Марата Фрэнкель, это главный синоптик Кировской области. И это не шутка. А синоптики, да, они шутить не любят, они просто иногда ошибаются. Так что, все. Всем спасибо, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин